Добро пожаловать на мой канал! Также мы вместе сделаем укладку, поэтому если вам интересно, то продолжайте смотреть и я желаю вам приятного просмотра! Давайте начнем с упаковки! Плойка пришла ко мне вот в такой вот коробке, на которой расположена голограмма, что свидетельствует о том, что плойка настоящая, не подделка! Так как компания Бейбелис не возит официально в Украину эти плойки, то инструкция, которая прилагалась, она вся абсолютно на английском языке, потому что эта плойка предназначена для американского рынка! Естественно гарантийный талон и также в комплекте к самой плойке шла вот такая вот штучка для того, чтобы очищать барабан, на который накручивается прядь волос! То есть эта штучка насаживается вот так на барабан и потом она прокручивается, за счет чего вот благодаря вот этому войлоку очищается сам барабан и не загрязняется! Ну и конечно же сама плойка, какие-то картонные ограничители, какие-то пакетики, упаковки, но это все ерунда, я думаю не особо вам интересно! Прибор напоминает внешние щипцы для завивки, только вот с таким вот большим набалдашником! Внутри находится керамический нагревательный элемент, который не повреждает волосы и также мы видим 4 переключателя, один такой скрытый! Давайте расскажу вам о каждом переключателе, начнем с первого, от красной лампочки! Переключатель можно выставить в 3 положения, первый означает 190 градусов, второй 210 и третий 230, то есть это вы уже настраиваете себе индивидуально, как вам больше нравится! Естественно, чем выше температура, тем более будет кучерявая ваша прядь! Второй режим это таймер удержания пряди на барабане, то есть можно выставить на 8 секунд, можно на 10 и можно на 12! То есть тут уже смотрите сами, опять же, если вы хотите более кучерявую прядь, то ставьте максимальное время 12 секунд, если хотите легкую волну, то ставьте 8 секунд! В общем, играйте, смотрите, как вам лично больше нравится! Третий переключатель отвечает у нас за направление волны, то есть можно выставить влево, можно выставить вправо и также можно выставить автоматический режим, который будет поочередно накручивать прядь то вправо, то влево! И последний переключатель у нас включает именно режим пара, то есть можно либо его включить, либо его выключить, то есть тут только два варианта! Ну и последний это непосредственно сам резервуар, который мы наполняем чистой обязательно водой для того, чтобы делать наши кудряшки при помощи пара! Тут есть вот такая вот резиновая заглушка, которую мы поднимаем для того, чтобы наполнить резервуар водичкой! Компания Вейбелис, конечно же, предлагает специальное приспособление для того, чтобы наполнять этот резервуар водой с тонким носиком, но у меня для этих целей есть специально обученный шприц, которого я просто заливаю водичку! Поэтому не думаю, что кому-то очень сильно нужен этот специальный прибор! Ну, наверное, если вы мастер, парикмахер, то да! Ну, для обычного пользования шприц за 80 копеек очень даже сойдет! Теперь одеваем наш резервуар до характерного щелчка, вот, и все, и включаем нашу плойку, я ставлю максимальную температуру, и видите, начинает мигать лампочка, и пока она не перестанет мигать, мы плойкой не пользуемся! Только после того, как у нас загорелся постоянный красный свет, тогда мы ставим плойку в режим пара! Я ставлю максимальную температуру, максимальное время, и также ставлю автоматический режим направления волны! Волосы мы будем накручивать попрядно, поэтому, конечно же, сначала я их расчесываю и закалываю верхнюю часть волос, для того, чтобы накрутить нижний уровень, не знаю, нижний слой, в общем, кому как нравится! Если вы хотите более крупную волну, то вам нужно взять прядь побольше, если вы хотите именно мелкую кудряшку, то берите прядь потоньше! Я беру тонкую прядь, помещаю ее в прибор, максимально близко к коже головы, только слишком близко не прислоняйте, для того, чтобы не ошпариться, и зажимаю прибор! Видите, прядь засосалась, и дальше мы услышим звуковые сигналы! 1, 2, 3, 4, 5, и потом прибор запищал, это значит, что можно его раскрывать и доставать нашу кудряшку! Хочу сразу предупредить, у меня вот эта нижняя часть волос, она всегда очень плохо накручивается и очень плохо держится, поэтому у вас будет, я думаю, завиток более интенсивный, но мне почему-то не повезло, у меня почему-то волосы там практически не крутятся, даже на утюжок! Давайте возьмем следующую прядь, она уже у нас будет в другом направлении, так как у нас стоит автоматический режим, опять помещаем ее максимально близко к коже головы, и опять просто зажимаем прибор! Продолжение следует... Эту прядь я хочу накрутить от лица, поэтому я ставлю плойку в режим лево, так как это у меня левая сторона. Кстати, будьте осторожны, прибор довольно сильно нагревается и можно действительно ошвариться, поэтому учитывайте вот этот факт, что его нельзя прислонять слишком близко к коже головы. Вот видите, прядь накрутилась влево. И сейчас сразу же я накручу вот эту прядь, для того, чтобы она тоже была накручена от лица, и я уже переставляю направление волны в положение право. Очень просто. Это у меня правая сторона, то есть я ставлю right. Далее я выставляю опять автоматический режим. Музыка. 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 Ну что, вот что у нас получилось. Я, конечно, крутилась без зеркала, у меня зеркало стоит за фотоаппаратом, но это не смотреть прямо на себя в зеркало, как вы видите, такие естественные, очень живые кучеряшки, сейчас я посмотрю, может где-то есть какие-то пропуски, я их докручу, вот, ну, конечно, если бы я смотрела просто в зеркало, то эффект был бы гораздо лучше, а так довольно сложно делать прическу на камеру. Вот такая прическа у меня получилась при помощи этого чудо-прибора, я очень довольна, мне нравится, что получаются не какие-то такие, знаете, неестественные кучеряшки, а очень такая натуральная волна, как будто бы это мои природные кудры, если можно так выразиться, и также мне очень нравится, что у меня именно вот эта версия паровая для тонких волос, потому что, мне кажется, она самая бережная и самая щадящая, и остальные все версии, они бы были более агрессивны. Как вы видите, кучеряшки очень такие блестящие, очень живые, очень неестественные, и нету такого эффекта пережженных сухих волос. В общем, да, очень надеюсь, что это видео вам понравилось, оказалось для вас полезно, если так, то подержите меня пальчиком вверх, я вам всем желаю красивых причесок, шикарных волос, и мы увидимся с вами в следующих видео, ну, пока-пока!